Всем огромный привет! Меня зовут Инесса. Я рада приветствовать вас у себя в гостях на канале. Сегодня я снимаю последнюю третью часть своих январских стартов. У меня уже была первая часть, была вторая часть. В сумме у меня было начато 8 дизайнов. И сегодня у меня последняя, заключительная на этот месяц часть со стартами. Последние 4 дизайна, которые я в январе начну. И начинать я буду их вместе с вами. Выбирать эти старты, эти дизайны также будут вместе с вами. Все тот же носок, точнее коробочка в форме носка рождественского сапога. Там у меня осталось совсем немного бумажек с дизайнами. Вот сколько, совсем чуть-чуть. 2, 4, 2, 4, 6, 7 дизайнов. Всего у меня было 15 дизайнов, 15 бумажек, которые мне хотелось бы начать в январе. 8 я уже начала. И вот еще 4 сейчас выберу. В общей сложности у меня будет 12 стартов в январе. 3 дизайна останутся не у дел, уйдут на попозже. Это не страшно. Ну, просто получилось так, что их оказалось больше тех, которые я хочу начать, нежели я так себе придумала, что буду стараться по 4. Можно было бы стартовать по 5, но решила, что это будет занадто. Поэтому трясем коробочку. Выбираем первый старт на сегодня. Первый старт в этой части нашего месяца старта. Вот эту бумажку я достаю. Так, хопса, закрыли, бумажку разворачиваем. О, Немшилова, Заяц. Ой, начинаем мы это видео с игрушки на пластиковой основе. Заяц от Немшиловой. Где он у меня? У меня все тут есть. У меня все давно-давно уже собрано, подготовлено. Вывожу вам на экран сначала картиночку оригинальную, как она должна выглядеть, как выглядит этот зайчик от Немшиловой. Вот такой он прекрасно красивый, с часами, двухсторонний. Это новогодняя игрушка. Я ее приобрела в 2022 году в конце ноября или в начале декабря. В любом случае. И сразу же заказала даже к таким маленьким дизайнам. Как вы уже поняли, я заказываю на Алиэкспресс. Вот он ко мне пришел в декабре. И я думаю, я хотела перед Новым годом вышить. А потом подумала, что год зайца, кролика, кота, он-то целый год длится. Поэтому в течение всего года можно зайчи, кроличьи, кошачьи сюжеты вышивать. Ну, можно и не вышивать, конечно. Кому как хочется. Но я решила, что в этом году у меня будет много кошачьих-зайчьих дизайнов. Ну, просто так. Потому что я люблю котов и зайцев. А есть еще и год. И кто, ну, как бы сам Бог видел. Вот такая красота. Здесь мне с этого всего нужны только ниточки. Поэтому остатки я там даже не показываю. А вот все ниточки, которые на планшетку намотаны, мне понадобится для того, чтобы вышить этого зайца. Вышивать я буду на пластиковой основе, так как я задумывалась дизайнером. Китайцы вложили вот такую основу, какую-то странненькую. Я на такую же вышивала закладки. Была, кстати, самая-самая-самая первая работа крестиками. Вышивки крестиков, которые я вышивала. Четыре закладочки. Вот она такая, она какая-то прорезиненная. Она не пластиковая, она какая-то резиновая. 18-го каунта. Отвратительного качества. Мне на ней очень сильно не понравилось вышивать. Поэтому она просто останется лежать. Возможно, я ее куда-нибудь в утиль отправлю. Вышивать я буду на белой пластиковой основе. Или прозрачной, как ее правильно назвать. Вот ниточками. Схемка у меня есть в формате сага. Ниточки пришли. Может они собирать со мной. Казалось бы, да? Ну пойди ты собери. Тут ключ-то всего. Сколько тут тех ниток? Давайте посмотрим. Потому что здесь ключ. Я заказывала продавца на Алиэкспресс. У которого, как сказать, количество ниток полностью соответствует по ключу дизайнерским разработкам. 24 цвета. Ну, казалось бы, да? Такой маленький зайчик, 24 цвета. Пойди собери. Олень. Можно было бы. Ну, а зачем? А зачем? Если можно в два клика заказать, они к тебе придут просто попозже. Ты подождешь недельки три. И все. И тут даже бленды уже. Ой, божечки. Китайцы молодцы. Они прям прогрессируют. У них даже бленды уже. Который дизайн, который я вышиваю китайскими ниточками. Ну, заказываю в Китае ниточки. Нарезку, скажем так. Они даже бленды уже собранные присылают. Вот видите. Вот получается 18-й, 21-й и 22-й. Это бленды. Ну, это же мечта. Ну, мечта просто. Ну, шикарно. Зачем же мне самой это делать, если уже сделали за меня? Я могу это просто купить. А свою палитру я трачу на те разработки, на те дизайны, в которых нет на Алиэкспресс, которые я там купить не могу. Ну, вот. Там я уж сама подбираю. Поэтому пошла я стартовать со своим зайцем. Первый дизайн. Первая малышка. Потому что самые крупные, как мы уже увидели, ну, как по мне, самообъемные, они оказались в первом видео, в первой части моих стартов. Такой спойлер. Здесь уже, ну, почти, почти все. Здесь уже мы отделываемся такими более помельчим процессами. В общем, я стартовать, и через секунду я вернусь к вам. Зайка от Екатерины Немшиловой. Также у меня, вот он, стартанула я с ним. Вышиваю его на пластике. Вот все, что у меня вышилось. Это буквально один подход был, два цвета ниточек здесь. Ну, на пластике вышивается просто. Я себе, вот видите, вот эту полосу, да, я просто по левой стороне ручкой просто провела, и все. Думаю, не видно потом будет, когда это все вырежется, зашьется. Мне было так лень отсчитывать центр, просто вот эти по клеточкам. Я просто решила сделать по-простому. Но потом, надеюсь, все равно видно не будет. Вышиваю зайку по саге, поэтому проблем никаких. Но вот было очень мало времени, чтобы его повышивать. И вот то, что есть, то есть. Ну, начала. Ниточки хорошие. Пластик люблю. Схема тоже хорошая. Проблем пока у меня с ней никаких не возникает. Там все большими такими цветовыми участками вышивается. Опять же, это нарезочка с Алиэкспресс, как я уже рассказывала. Ну, это сплошное удовольствие. Это может у меня быть абсолютно легко моим дорожным процессом, процессом отдыхалочка. И все-таки хотелось мне начать, закончить, вышить символ этого Нового года, зайку. И вот я именно на нем остановилась. И очень рада. Буду с удовольствием продолжать. Рассказывать тут сильно много нечего, потому что, ну, тут все ясно, понятно. Рада, что старт состоялся. Идем дальше. Ну что, готовы? Я готова. Выбираем. Второй сюжет. В этой части старт. Январский. Трясем, трясем. Тут уже совсем мало осталось. Тряси-то уже особо нечего. Тут вон 6 бумажек осталось. Выбираем. Вот эту бумажку берем. Хоп-хоп. Что у нас там спряталось? Сейчас давайте посмотрим. Так, разворачиваю. Ой. Я вот прям сижу и смотрю. Стою и смотрю на этот дизайн. Светлана Сечкарь. Кролик. Светлана Сечкарь. Кролик. 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 Ну, вообще, мечта тоже. Я давно тоже хотела их повышевать, этих красавцев. Тоже, я думаю, это серия с зайцами. С зайцами. Серия с животными. В кофточках. В шарфиках. В жилеточках. Которая тоже произвела просто эффект разорвавшейся бомбы. И вконтакте, в инстаграм, и на ютубе. Вышивали все. Вышивают до сих пор. И не могут остановиться их повышевать, потому что они действительно классные. Серия включает в себя очень много разных животных. Хитом вообще стала белка. Бурундучок. И, конечно же, кролик. Поскольку год зайца. У меня есть схемы. Заяц. Кролик. Заяц. Так, кролик одно и то же. Белка. Медведь. Бурундук. Еще что-то. И, конечно, я хотела начать с белки. А потом подумала, год-то зайца. Кролика, точнее. Давай с кроликом. Я опять же... Опять же... Как только привела схемы, сразу же заказала на этого кролика ниточки на Алиэкспресс. Вот, пожалуйста. Пришел он ко мне такой красавец. И белку я заказала сразу же. То, чтобы ниточки на него были. Вот, после как вышиваю кролика, буду вышивать белку. Он же классный. Ну, посмотрите на эти лапки, на эти ушки. Ну, посмотрите на этот свитер с лисичками. Ну, это же милота. Ну, как можно это счастье не вышивать? Я вообще поначалу на них смотрела и очень скептически относилась к ним. Потому что знаю, что многие дизайнеры очень любят абсолютно маленькие дизайны. Усложнить до такой степени, чтобы тебе вообще не то, что вышивать не хотелось, а вообще, в принципе, видеть это все не хотелось, а это спалить. А тут я потом как-то случайно услышала, что схемы-то простенькие. Ну, то есть разработка очень хорошая, проработка. И оказалось, что действительно... По крайней мере, здесь нету 55 оттенков ниточек и миллиарда несчетного бэка. Как оказалось, по отзывам и девочек, и потом по описанию... Как по описанию? Схемы-то я, молодец, приобрела. А почитать, в ключ зайти, сколько там ниток, я не удосужилась. Ну, сразу, прям в тот день. Думаю, пусть будет. Наверное, сложные. А потом все говорят, просто-просто вышиваются легко-легко. Думаю, зайду-ка в ключ, посмотрю, сколько там ниток. Может, действительно просто. А там вообще кот наплакал. А там 15-18 оттенков ниточек. Но это же идеально просто. Также, я насколько знаю, здесь бэк весь счетный. Не так, как у других животных, которые с кружками у нас, где весь бэк не счетный. Я бы даже вообще не вскрывала, не смотрела палитру. Но палитра, я так понимаю, вот такая серо-бежево-зелененькая. Сейчас посмотрим. Мне с этого всего добра нужны только ниточки. И вот, как я говорила, вот ниточки все. Так, выложенная, такая палитра. Ну, такая достаточно спокойная, да? Ну, и зайц, как бы он такой неяркий. Светорок немножко зеленоватый. Кстати, китайцы, собственно, интересно. Я даже не знала, когда заказала. Я просто заказала из-за ниток. А тут оказалась канва 14-го каунта с люрексом. Вы представляете? Вышивать я, кстати, естественно, на ней не буду. Я буду вышивать их, этих животных. Точнее, этого зайца. Опять же, думаю, что на какой-то темной основе, скорее всего, это будет Луган. Опять же, в брызги. Как вы поняли, в этом месяце у меня много... Ну, как много? Наверное, 3-4 дизайна, которые вышиваю на Лугане темно-серые в брызги. Ну, классная основа. Ну, что, куда деваться, если она классная? Ну, я так предполагаю, пойду сейчас поприкладываю ниточки, посмотрю, думаю, что все будет смотреться шикарно. Вот такой зайка прекрасный. Размер его, кстати, надо зайти в сагу посмотреть. Я вот на телефон сейчас снимаю, у меня сага в телефоне, поэтому я не могу отключить глянт, вам сказать. Ну, сейчас пойду стартовать, посмотрю, какой там размер, отрежу кусочек ткани, сделаю первые крестики и вернусь к вам, покажу и расскажу уже всегда и размер, и все дела, и первые впечатления. Поэтому, до скорого! Стартанула, повышивала я своего кролика, своего зайца, даже зайц, по-моему, это не кролик, это заяц. Вот что у меня есть на сегодняшний день. Как вы видите, ткань моя, мне очень полюбившаяся, Лугана 25-го каунта, темно-серая в брызге, сплэш, по-моему, называется оно официально. Я начала этот процесс, начала я моего зайку из центра, вышиваю его по саге, но думаю, смогу хотя бы вам на превьюшке показать, что это у меня вышивается. Здесь вот у меня ниточки, вышиваю ими, они замечательные, тоже по ключу сравнила, все изумительно сходится, подходит. Все прекрасно. И начала вышивать. Я, у меня центр пришелся, вот как раз вот сюда, вот на этот участок серо-голубой, на свитере, на этот узор с лисами. И я его практически весь вышила, за буквально один присест. Вышивается очень просто, конечно, по саге вышивать это просто одно удовольствие, тут даже нечего добавить. И я вот вышиваю на таких небольших пяльцах, они буквально 15 сантиметров в диаметре деревянных. И вот даже так не стала распяливать, потому что думаю, что в ближайшее время обязательно буду его продвигать, вышивать. Не хочу его откладывать в долгий ящик, потому что у меня этих зверушек много уже в планах. Нужно вышивать. Он будет не очень большой, ну как он такой, достаточно маленький. Какой у него тут размер я его не помню. Я записала 15 на 25 сантиметров, записала. Здесь всего 5140 крестиков, ну, значков. Креста здесь 4057, четверть креста 12 штук, полукреста 175 штук, а бэкстича 1983 стежка. Ну, как вы видите, креста 4057, то есть вообще общее количество 5000, это немного. Я думаю, что в течение месяца вы вышли, абсолютно реально. И к тому же на прекрасной ткани, на моей одной из самых любимых. И вообще она моей любимой, Лугане. Это просто мечта, это сказка. Я буду с удовольствием его продвигать. Давайте покажу вам немножко поближе. Лиски, конечно, прекрасные. Ну, крестики ложатся более-менее нормально. Хотя вышивала в ночи, было не очень хорошее освещение. Но уж как вышились, так вышились. Но лиски прикольные. Уже глазки вышила, все вышило. И это уже, собственно говоря, вот вся ширина свитера зайца. Да, вот если посмотреть по превью. То есть я от этого края дошла до этого. То есть у него плечики. Вот такие они будут. Это вся его ширина. То есть запас ткани у меня тут остается еще хороший. Вот такой замечательный процессик. Очень мне нравится. Тоже будет такой отдыхалочкой, я думаю. Вышивается в огромное удовольствие. И я уже прям предвкушаю, предвкушаю его повышивать. Потому что это прямо вот ручки чешутся. Ну, ладно. Надо идти дальше стартовать. А уж потом, конечно, буду отрываться. Буду свои самые любимые процессы вышивать в первую очередь. Пришло время нам опять потрясти мою коробочку. Прекрасно, как красиво. Здесь, кстати, были печеньки. В прошлом году покупала. И покупала, кстати, именно из-за коробочки. Конечно, нельзя. Но печеньки были такие обычные. Эти куки с шоколадными кусочками. Печеньки стандартные, а коробочка шикарная. Так, выбираем третий дизайн. Ополя. И у нас останется всего один дизайн. И четыре бумажки, кстати. В коробочке. Так, открываем. Трын-трын-трын. О, дизайн дюймовочка-снегурочка. А из группы моя вышивка. Вот. Читайте, пожалуйста. Моя вышивка. Дюймовочка-снегурочка. Вывожу вам дизайн этот на экран. Очень мне полюбились эти дюймовочки. Эти девочки, они такие милые. Я в прошлом году вышила одну. Просто побаловаться. Думаю, ну, для опыта. Хотелось что-то маленькое повышивать. И я так влюбилась в них. Я сразу же начала вышивать вторую. Потом уже заглядывалась там на третью. А потом поняла, что зима. А у них еще вышла в декабре 22-го года. Прекрасная. Просто чудеснейшая девочка-дюймовочка-елочка. Она такая красивенная. Она такая милая. Она такая будет нарядная. Я, конечно, хотела к Новому году вышить. Я потом подумала, ладно. Все к Новому году не вышьешь, правильно? Можно вышить в январе. Почему бы нет? Вот я в январе решила, что надо. Но тут у меня не елочка. Хотя, спойлер, она у меня здесь тоже есть. А Снегурочка. Снегурочка тоже размилашная девочка. Она уже не из новинок. Она, по-моему, в прошлом году когда-то вышла. Даже в позапрошлом. В общем, она не новая. Но очень красивая. И я тоже хотела бы ее больше, чтобы у меня был такой потом красивый рождественский новогодний декор украшать. Возможно, дочке отдам. Она мне любит таких малышек, таких вышитых. Там все очень просто. Вышиваться буду на пластиковом основе. Ниточки соберу сейчас. И, собственно говоря, я пойду сортовать. Тут за день, в принципе, можно вышить практически все крестики. Но я растяну, конечно, удовольствие на дня три. Потому что здесь и крестики, и бисер, и бэкстич. Пойду стартану. И приду к вам уже непосредственно с чем-то в руках. Что можно вам показать. А не только саму схемку на экране. Для того, чтобы вы тоже могли полюбоваться на мои первые крестики. Поэтому я побежала вышивать. Узнаете, кто это? Начала я, конечно же, свою снегурку. Я вырезала пластик по размеру. И, как всегда, у меня уже традиция, я начинаю их с лица. Личка вышила полностью. Вышила волосики. Боротничок. И вот ее корону. Или, как это будет? Как он называется? Кокошник. Но она так быстро вышивается. Так легко. Ниточки у меня. Вот все у меня организовано в такой пиджи. Маленькую папочку формата А3. На кнопке. Я ее начала вышивать. И думаю, ну, это же просто песня. Она так вышивается легко. Так прекрасно. Ну, отдай-ка я. Ну, раз уж она такая хорошая, прекрасная, замечательная, сразу соберу материалы. И будут у меня в одном старте два. И я к ней сразу параллельно буду вышивать еще девочку, дюймовочку, елочку. И вот я уже отрезала такой же кусочек пластика. И буду вышивать параллельно девочку, елочку. Я вам вставлю фотографию, как она выглядит. Потому что я не могу ее забыть. Я не могу от нее отстать. Она мне так сильно нравится, эта елочка. И снегурочка нравится, что я вот снегурочку начала. И буквально сейчас же буду начинать еще елочку. И будет у меня все-таки старт, как бы вроде один дизайн, да, заявлялся. Будет два. Я решила себе так-то не упрощать жизнь. Потому что вышиваются они на одном дыхании. Вышивают исключительно просто. Тут никаких подводных камней нет. Бессеронная достаточно для украшения. Ниточки все есть. Вот у меня здесь что на таком бумажном органайзере навешано. Что на бобиночках. Единственное, что по-моему, ниточки для елочки. Сейчас у меня не в конверте лежат, а где-то еще. Где я их отбирала. Наверное, еще остались они там. Потому что здесь я их не вижу. Ну, не суть. Я их уже тоже собрала. Поключу там их немного. И вот такая вот красота у меня получается. Ой, как я их люблю. Вообще, кто не пробовал этих девочек дюмов этих, я вам искренне рекомендую. Группа ВКонтакте называется «Моя вышивка». Заходите. Там этой красоты. Хоть пруд пруди. Поэтому вот у меня таким магическим образом из одного старта сделалось два. Ну, как второй я, конечно, не начала еще. Но вот я в процессе того, чтобы вот уже сейчас начать. Ну, решила сделать включение. Показать вам. Все-таки первые крестики уже на заявленном процессе есть. А второй уже в нагрузку, скажем так. Ну, она, конечно, замечательная. Посмотрите, как она чудесно получается. Личики у них у всех одинаковые. Щечки и вот именно кожа. А все остальное меняется. Поэтому, ну, классно. Так она мне нравится. С удовольствием буду продолжать. Даже не буду ждать каких-то выездов, чтобы брать ее в дорогу. Буду вышивать просто дома. Потому что максимально хочется их вышить много в этом году и вообще. Поэтому этот год, я думаю, он у меня будет таким годом. Всяких миниатюрок, всяких бескорнюшек, шовчиков. Но и большие процессы тоже никто не отменял. Но это, конечно, красота. Очень рада. Балдею. Ну что, пришло время выбрать последний дизайн на месяц. Январь, с которым я сейчас буду стартовать. Казалось бы, да, 12 процессов я хотела начать. 11 из них уже начаты. Остался всего один дизайн, который я хочу вместе с вами выбрать и начать. Бумажек у меня 4 в моем носочке осталось. То есть дизайны лежат перед моими глазами. Я на них смотрю и думаю, вот что из этого сейчас выпадет мне. Та-да-да-дам. Барабанная дробь. Выбираем последний. Старт на месяц январь. Месяц стартов. 12 дизайнов стартовали у меня. Ну, либо стартуют вот 12. Так, бумажку выбрали. Вот эти 3 дизайна, которые не выбрали, не выбрали, которые я не вытянула, которые не стартанули, ими я буду стартовать, возможно, весной. Смотря, что там у меня сейчас выпало. Посмотрим. Чаривна мить зима. Почему мы не хотим его? Чаривна мить зима. Это абсолютно новый для меня производитель. И набор один из самых новых, который я приобрела. Приобрела я в конце прошлого года, в декабре месяце. Совершенно случайно на ebay увидела. Девушку продавала. Вот такой прекрасный дизайн. Вот такой сэмплерок, не сэмплерок, но такой очень красивый зимний дизайн. Очень мне понравился. Своей простотой, своей нарядностью. С этими кружевами, которые вышиваются белым цветом. Елочка. Не елочка, машина красная. Написано, привет, зима. По-русски. Не там, эти, happy new year или еще что-нибудь. А по-русски. Чаривна мить я еще не вышивала, не пробовала. Не знаю, что это за зверь такой. Так, что у нас? Размер данного дизайна. 23 на 23 сантиметра. Артикул его M392. Понятия имею новый, он старый. Набор для вышивания крестом. Написано здесь. Ниточки Madeira. Основа Zweigart. Что-нибудь у нас тут написано? Так, у нас написано. Здесь Аида 16 каунта. Инструкция, цветная схема, ткань Аида 16 каунта. Хлопок, булины, хлопок, игла. И здесь вот показывают, что в этой серии еще есть привет лето, привет весна, привет осень. Не скажу, что я прям вот смотрю на них и понимаю, что срочно они мне все нужны. Нет, в зависимости я думаю от того, как мне понравится готовый результат именно зимний. Хотя лето очень симпатичная пустичка голубая, голубой пикап. Ну весна красивая, ну осень красивая. Ну они красивые, но зима какая-то мне показалось на самая нарядная. Я вообще почему-то люблю зимний сюжет, я не знаю почему. Потому что они такие, их можно зимой достать, все украсить. Потому что зимой есть повод, зимой Рождество одно, Рождество второе, Новый год, Старый Новый год. Столько поводов украсить свой дом, а вот летом к чему? Какого-то праздников летом мало, кроме Дня Рождения. Дня Рождения много, а вот таких праздников мало. И как-то вот поэтому люблю зимние дизайны, очень. Потому что у них сразу какое-то практическое назначение появляется. То есть ты вышиваешь, знаешь, что оп, все, зимой буду украшать. А лето вышло? Лето можно, летний дизайн можно, зимой, чтобы везде. В общем, не суть. Буду стартовать с этим дизайном. Вышивать его буду. Даже не знаю. Смотрю, дырявчатая основа, но она 16 франта. В принципе, возможно, буду вышивать так, как есть в наборе. Ничего менять не буду. Ниточки уже на планшетку навешаны. 20 цветов. И очень много белого, посмотрите, сколько. Красненький, такой розовенький, зелененький, желтенький. И очень много белого. Ну и понятно, да, потому что будет много белого вышиваться. Ниточками модера, кстати, еще никогда не вышивала. Вот сейчас буду пробовать. И что я вам скажу. Спойлер. Я не буду показывать, какие дизайны у меня остались. Не вытянутыми. То есть, с которыми не... Как сказать правильно? Которые не вытянуты из коробочки. Но они не зимние. Ну, то есть, не прям рождественские. Что, кстати, хорошо. Я их легко, поскольку я их очень сильно хочу тоже вышивать, я их легко приурочу. Обязательно. Просто обязательно, бесповоротно. К весенним стартам. Спойлер, да? Весенний старт тоже будут. Сумасшедшая женщина, да. Совсем. Когда вышивать, не знаю. Все это буду. Но, думаю, до пенсии справлюсь. Поэтому. Я думаю, что так же будет у меня в... Ну, я не знаю в каком месяце. В общем, весной когда-то видео со всеми моими процессами. Когда-нибудь, я думаю, до этого дойду. Потому что у меня... Вот вы понимаете, только сейчас. Только в январе у меня приплюсовалось ко всему, что у меня было 12 новых процессов. А было у меня до этого, наверное, еще столько же. Ну, минимум, а может и больше. В общем, их огромное количество. Мы их с вами все поперебираем. Но это потом. А сейчас я побежала стартовать вот с этим дизайном. Абсолютно новым для меня. Вот, придешь, самое интересное, насколько... Какие у меня будут впечатления, сколько мне понравится или нет. Как только, я думаю, что начну вот с центра, с машинки. Как только что-то повышеваю, приду к вам и поделюсь своими впечатлениями. Всем до скорых встреч. Ждите. Я побежала. В кадр вошла черная папка. Есть у меня черные папки. Я начала свой зимний сэмплер. Сэмплер, не сэмплер, не сэмплер. Сюжет. Свой первый дизайн от производителя Чаривна Мить. Вот такой прекрасный, красивый должен быть. Все-таки что-то я вот смотрю. И мне все больше и больше начинают нравиться оставшиеся три. Это знак нехороший. Я бы повышевала, стартанула, вышивала на ткани, которая была вложена в набор. Так, надеюсь, правильно сейчас вам буду показывать. Это черная основа. И здесь я повышевала одним цветом. Потому что тут машина у меня пришлась на центр. И тут очень... Ой, как засвечивает свет. Вообще ужасно. Как бы мне так вам показать? В общем, вот так, наверное, лучше, да? Красный цвет. Одним цветом повышевала. Здесь у меня вышло сколько. Я не знаю. Потому что саги у меня нет. Я задалась целью найти сагу в интернете. В группах побросала кличи. Много девочек тоже подключили, что им тоже хотелось бы иметь сагу. И вообще набор этот. А у многих есть набор, но нет саги. И одна девочка мне такая молодец написала. Пришлите мне скрин. Ну, этот скан точнее. Я вам сделаю сагу. Это и скан отправила. Она мне не прислала. Я уже жду-жду. И вот вышиваю по бумаге. Не прислала. Она мне скан. В общем, обманщица какая-то попалась. Ну, мне это не жалко. Господи. Ну, если бы попросила просто по-хорошему поделись, пожалуйста, схемкой. Ну, вот, пожалуйста. Вот нет возможности купить. Я, ну, правда, поделилась бы. Сделала бы скан и поделилась бы. Но мне не жалко. Я в этом плане вообще... Я не считаю, что это какое-то пиратство или еще что-то. Мне не жалко. Ну, человеку хочется вышить, пусть тебя кушевает. Не поделюсь, а поделюсь кто-то другой. А, в крайнем случае, в интернете этих схем миллиард. Это же не то, что это что-то, чего не добыть. Ну, попроси ты по-хорошему. Просто скажи, ну, дай мне PDF-ку. Ну, так хочется вышить. Дал опять тебе PDF-ку. Вообще, не вопрос. А то такая деловая. Говорит, дай мне, скинь мне PDF-вариант. И я тебе сделаю сагу. Скину-то и скину. А все. И ищи, свищи. И все. И нету, не отвечает. Не пишет ничего. Думаю, ой, да, конечно. Прямо ты великий. Просто мавроди, скажем так. Прям финансовую пирамиду построишь на этом. Глупости какие-то. Мне же смешно. Думаю, ну ладно. На самом деле, дизайн очень простой. Западку лирическое отступление. Потому что я так... Меня так удивило. Думаю, такие люди мелочные. Ну, правда. Ради чего. Ну, ладно. Ну, бог с тобой. Как говорится. Ну, дизайн очень простой. Я даже, если я не найду сагу, я прекрасно вышью по бумаге. Никаких проблем с этим у меня не будет. Схема цветная. Вот покажу вам один кусочек. Вот это все голубое. Я вышивала. Это все один цвет. Тут все просто. Ну, просто для комфорта как-то. Для того, чтобы видеть какой-то прогресс. Сколько вышло, чтобы не считать. Чтобы вот эти длинные полоски не считать вручную. Сколько здесь, чтобы не ошибиться. Там все-таки уже все подсвечивается. Сколько. Ну, да ладно. Вышью я по бумажной схеме. Раз такие дела. Не буду я сейчас прямо бегать и черт знает где искать еще саги. Потому что хотелось бы в тени зимы сейчас этот процесс вышивать. Он вышивается очень просто. Очень все хорошо. Тут 14-й каунт черный. А это 14-й каунт тут было, правильно? Каунт 23 на 23 в размер. Какой каунт здесь? Где-то же должно быть написано. Я вам не говорила, уже не помню. Непонятно. Сейчас давайте посмотрим. Что-нибудь тут за ним. 16-й. Ну, 16-й каунт. Все равно достаточно все видно хорошо, ясно, понятно. Никаких проблем. Очень понравилось. Буду вышивать вот прямо сейчас зимой. Потому что зимний сэмплер такой. Чтобы к следующей зиме его красиво как-нибудь тоже оформить. И украшать свой дом на рождественские новогодние праздники. Ну, первые впечатления у меня хорошие. Черивина Митя для меня новый производитель. Но мне все пока нравится. И ткань нравится. И схема очень, кстати, я такую люблю. Цветную. Цветосимбольную. Ниточки хорошие. Нареканий никаких. Иголочка моя. Иголочку я не опробовала. Иголочка вышиваю своей. Поэтому у меня пока впечатления исключительно положительные. Я рада. Мне нравится. Вышиваю с удовольствием. Вот и завершился мой месяц стартов. Мой январь месяц стартов. Третья часть. Еще одна порция в количестве четырех дизайнов, которые я начала только что вместе с вами. Мне это было безумно приятно и интересно. Очень рада выборам, которые у меня состоялся. Стартами, которые у меня состоялись. Данные превьюшки дизайн вы видите у себя на экранах. Сейчас я также попробую это все скомпоновать в огромный коллаж из 12 дизайнов, которые у меня по итогу стартовали в январе. Вывести вам это на экран для того, чтобы вам наглядно было видно, понятно. И вы еще раз вспомнили, что же я там начинала в предыдущих видео. Но в любом случае, январь месяц стартов объявляю состоявшимся. Впечатления у меня остались исключительно положительные. Рада, что такую задумку я все-таки решила воплотить в жизнь. Это, конечно, было очень временезатратно, очень насыщенно. Но я смогла. Я стартанула с 12 процессами. Я уже давно играла с мыслью, чтобы сделать месяц стартов, как раньше. Когда-то девочки делали апрель месяц стартов. И в апреле начинали 30 дизайнов. Ну, каждый день новый дизайн. Но все-таки я себя немножечко торможу. И понимаю, что 30 дизайнов, мне кажется, это очень много. И я как-то вот делаю месяц стартов, но немножечко себя так это... Не то, чтобы ограничиваю, но не раз... 30, я думаю, это прям... Это нужно прям очень подготовиться, чтобы, во-первых, время всего... В общем, чтобы все прям сошлось. Ну, в общем, я решила ограничиться пока 12. И думаю, что их более чем достаточно. Потому что всю эту красоту когда-то нужно вышивать, завершать. Хочется не только начинать, но и увидеть потом какие-то продвижения, видеть готовые работы. А помимо этих процессов, естественно же, еще есть огромное количество уже начатых дизайнов, которые лежат, которые вышиваются, что-то больше продвигается, что-то меньше. В общем, я рада, что все получилось, как получилось. Я рада была начать все эти дизайны. Безумно. Потому что некоторые процессы у меня лежали вот под рукой. И мне вот-вот хотелось их начать, но как-то вот все время не хватало. Но хотелось мне их иметь безумно. Поэтому у меня эмоции исключительно положительные, чего я вам желаю. Хочу с вами попрощаться, спросить вашего мнения, как вам вообще понравилось, не понравилось. Пишите в комментариях все, что вы по этому поводу думаете. Как вам дизайн мои? Как вам мои наборы, с которыми я стартанула? Возможно, я думаю, что в большинстве своем кто-то уже вышивал какие-то из этих дизайнов. Это не какие-то супер-мега-необычайные новинки. Поэтому поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Что вам понравилось вышивать, что не понравилось. Что бы вы не советовали вышивать. Хотя все равно все буду вышивать. В общем, пишите все в комментариях, все, что вам хочется сказать. Как вам вообще была моя идея с январем месяцев стартов. Подборка моих дизайнов, понравилась ли она вам. Совпали ли у нас, возможно, вкусы. Возможно, абсолютно не совпали. В общем, все-все-все пишите. Буду с удовольствием читать и отвечать вам на ваши комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. У нас становится все больше. От этого мне все приятнее и приятнее. Я очень рада видеть новых людей у себя на канале. Ставьте пальчик вверх. И, конечно же, до скорых встреч. Всем всего самого-самого прекрасного, хорошего настроения, вдохновения. Прекрасного вам года 2023. Пусть кролик, заяц, кот, кто угодно, пусть вас оберегает. И, как это сказать, в общем, несет вам только удачу, положительные события, положительные эмоции в этом году. Пусть этот год будет очень-очень хорошим, светлым, ярким, запоминающимся, но только в хорошем смысле. А мы с вами совсем скоро увидимся в моих новых видео. Всем всего хорошего и до скорых встреч. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.